Всем привет! Днепр на связи. 18 сентября, 2.35. Ну что, друзья, у нас на данный момент без тревоги, но в воздушном пространстве Украины продолжают летать беспилотники. Украина еще тревожится. У нас на данный момент начался дождик и такая вот белая ночь. Очень хорошо все видно. Такая луна яркая была. Что, друзья, по обстановке? Что я вам скажу? Надо было бы в эфир выйти пораньше, но честно скажу, лежал как просто не мог ни встать, ни уснуть. Такое состояние организма, не знаю, какой-то сбой на фоне стресса, который сейчас переживаю. Короче, у нас тревога началась в 00.37, в 00.43. Как шандарахнуло, вы не представляете. Я так, ну как полудремом, бахнуло очень мощно. Но мне что-то приснилось, знаете, флешбеки в Вьетнам там. Думаю, что-то приснилось. Когда, бац, соседи забегали снизу, что-то у них там происходит. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Аж ходуном все ходит. Ё-моё. Там вот смотрю районный чат, пишут, труба, что это было. Короче, друзья, бабахнуло у нас звездец. При этом, я не знаю, мы слышали просто как чумачечье что-то. С центра люди написали, что тоже слышали взрыв. Предварительно звучит так, что был разведывательный БПЛА, и в пригороде нашего города его сбили. Представляете? Ну, это труба, друзья. Просто сумасшедший взрыв был. Как его так сбили в пригороде, что, блин, опять слышал центр, слышали мы. Ну, это звездец. Просто, говорю, районный чат разорвало. Люди там так, в таком шоке пребывали, в таком шоке. Вы не представляете. Просто. Ну, труба, друзья, очень мощнейший взрыв. Многие пишут, что прилет, потому что он был слышен как будто в землю, да. Когда разведывательный беспилотник сбили, так что, у него нет взрывной вот этой части, да, взрывчатки. Как оно так бабахнуло? Это труба. Просто труба, я вам скажу. Что еще, друзья? В Сумах тоже массовые взрывы. Атака беспилотниками. Ракеты летели на Кропивницкий, там, через Полтаву. Ну, в Сумах там труба опять. Мощнейшие взрывы были, друзья. Но основное, наверное, самое пока критическое, что по атаке, это Запорожская область. Запорожье, начиная с полдесятого, плюс-минус, сумасшедшие взрывы были слышны. Очень мощные. Люди напуганы. Предварительно Россия применяла новую тактику. Как-то били новыми модифицированными кабами. По Запорожскому району, по пригороду Запорожье атаковали. А Запорожье так слышало. В общем, труба, друзья, жесть. Кстати, Сергей Лысак, глава областной военной администрации, он, знаете, что сказал в конце дня? Сказал, что семь обстрелов по Никопольскому району было. Были направлены дроны Камикадзе и тяжелая артиллерия. На один из населенных пунктов был скинут боеприпас БПЛА. Повреждены админстроения и сарай. И выбиты стекла массово. Ну, обошло, слава богу, без пострадавших. Зато пострадавшие есть в Криворожском районе. Короче, мужик забил металлической палкой своего соседа до смерти. Представьте себе. Удары пришлись по голове и телу. После конфликта нападающий оставил соседа умирать и ушел с места преступления. Ну, его задержали, конечно. Теперь 10 срогача светит. Ой, друзья, и касательно Запорожья. Сначала сказали, что Запорожский район, Запорожье нормально. Друзья, затем сказали, что ну просто жесть. Что была массовая атака Запорожской области. Двое погибших. Пять раненых. Пострадала Камышевасская громада. Там повреждено несколько частных домов и инфраструктурный объект. Предварительно, как я сказал, двое людей погибли. Пять раненые. Может, еще будут погибшие раненые. Люди людей под завалами ищут. Будут разребать, доставать. Просто, друзья, кошмар. Ой. А в это время, знаете, что происходило? Прям все об этом трындели. Что вы люди творите? Нафиг оно вам надо? Нечем заняться? Короче, задержали Усика, нашего боксера, чемпиона мира, где-то там в Польше. Ввели его прямо в наручниках. Жена написала, что все нормально. Сразу зачухался этот. Глава нашего Министерства иностранных дел. Генконсул Украины в Кракове срочно выехал в аэропорт для разъяснения, что происходит. В комментарии от Министерства иностранных дел было указано, что Украина категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Слышь вы, скибига, все остальные. А вас ничего не смущает видео, когда люди в камуфляжной форме мужиков крутят? Нет? Или это другое? Так это даже у вас в стране, если вы не забыли, что вы в Украине, Министерство иностранных дел. Вели прям в наручниках, и их так это... Такое отношение. А то какое отношение у вас внутри страны к гражданам Украины? Нет? Это вас никого не волнует? Все нормально? Тьфу! Тьфу-тьфу-тьфу! Десять раз на вас тьфу! Противно! Фу! Этот Сибирь говорит. Уже обратились к польскому коллеге с целью срочного решения этой ситуации. Министр также поручил Генкунсулу высказать протест. Ой-ой-ой! И неудовлетворенность отношения. Вы что творите? Вы что творите? Как вам не стыдно? Усика задержали. Вы что, вы что в наручниках повели? Вы посмотрите, что внутри страны у вас творится. Люди мрут. Пакуют на убой. И всем все равно. А тут они... Ой-ой-ой! Ути-пути! Хрен на блюде! Зеленский сразу написал. Поговорил телефоном с Александром Мусиком, когда он был задержан. Говорит, Зеленский, я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизе и министру внутренних дел Украины Иеру Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова. Только что мне сообщили, что все хорошо. Нашего чемпиона отпустили. И больше его никто не задерживает. Какая радость! Слава Богу! Отпустили! Ай-яй-яй! Так все переживали. Так страдали. Так страдали. Нечего тут добавить. Нечего добавить, друзья. Даже не хочется ничего добавлять. Просто вот не хочу ничего добавлять. Просто не хочу. Потому что вообще сложный день будет. Не знаю, тоже бабушка говорит, выписывать, говорят они. Будем выписывать. Не соображает, не слышит, толком не видит, не двигается, да? Ну, нетранспортабельно ходить не может. Как ее доставить даже домой, если ее выпишут? Как довезти? Никто об этом не думает. Глянул на голову, седая, блин. Седая голова стала. Организм уже отказывается меня слушать. Не могу элементарное. Зайти даже на почту. Не могу. Ну, нет сил. Психический как-то дисбаланс. Не могу зайти в электронный ящик. Там людям на письмо, например, ответить. Не могу ничего с этим сделать. Вот такое у меня сейчас состояние. Все. Короче, я устал, я ухожу. Всем спасибо за внимание. Берегите себя, своих близких. На данный момент у нас без тревоги. Желаю всем скорейшего завершения тревоги по всей стране. Ну, видите, погибшие все равно есть. Ой-ой-ой-ой, друзья. Берегите себя, своих близких. Помните, что Бог любит вас. Всем добра. Отдельным личностям Бобра. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok